К нашему эфиру уже присоединился Михаил Михайлович Эцамбалюк, первый заместитель и председатель комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов. Михаил Михайлович, рада приветствовать вас. Здравствуйте. Бажаю всем здоровья. Михаил Михайлович, мы, давайте, предлагаю вам начать с тему протезирования, потому что она действительно достаточно актуальная. И, как мы уже отметили, что этот процесс тех, кто нуждается в протезировании, количество таких людей увеличивается достаточно динамично, потому что, к сожалению, война на территории Украины до сих пор продолжается. Как вы оцениваете в целом систему в Украине, которая предоставляет или помогает в протезировании для тех, кто в этом нуждается? Насколько слаженно работает эта система и насколько это уже действительно готовый и работающий механизм? Спасибо, но я начну с того, что вы уже озвучили. В проекте бюджета на следующий год государство планирует выделить 4,2 миллиарда именно на протезирование. Сказать коротко, то это направление ранее было недееспособно. Сейчас и сегодня в целом государство совершенно по другому методу подходит к решению этой проблемы. Также стоит отметить, что очень много людей, которые требуют протезирования, неважно, это военный или гражданский человек, выделяется не более 2 миллионов гривен на один протез. Это тоже очень важно. Сумму обозначает сам представитель, сам эксперт. Сейчас очень много раненых людей требуют протезирования, они лечатся за пределами нашего государства. Но у нас есть очень большой потенциал, имеется в виду и государственные предприятия, и оборудование. Но не хватает людей, которые могут это все делать в Украине, экспертов, специалистов. И сейчас Украина делает все для того, чтобы привлекать как можно больше специалистов в Украину. И также мы делаем максимальный акцент на отечественном протезировании. И также очень важно, это очень важно, потому что и в будущем протезирование следует так называемого технического обслуживания. И когда этот протез установлен за территорией государства Украина, его также нужно будет потом обслуживать и за границей Украины, ехать в ту страну, где его устанавливали. Сейчас в Киеве, Львове, Виннице и в других областных центрах есть уже примеры государственно-частного партнерства. Сейчас это невероятно важно, и создание таких реабилитационных центров должны распространяться по всей стране. Ну и, конечно же, важно первое, это протезировать нужных людей, и второе, это его качественно обслуживать. А в будущем это одна единая серьезная специфика, и мы уверены, что в будущем все люди, которые требуют протезы, будут обслуживаться на территории нашего государства. Мы, кстати, очень благодарны нашим партнерам, которые нам предоставляют и технологии, и обучальную базу. Но они также советуют украинской власти, чтобы все-таки система протезирования развивалась у нас в государстве. В таком случае интересно, насколько обучение специалистов украинских, чтобы было больше украинских экспертов в этой сфере, насколько это долгосрочный процесс, и каким образом этот процесс может быть организован? Вот по типу того, как обучают украинских военных, которые отправляются в страны-партнеры Украины, для того, чтобы пройти обучение, и потом эти знания управления современной авиацией, к примеру, или вооружением уже применять непосредственно в защите нашей страны. Что касается экспертов медицины, это таким же образом может происходить на данном этапе, пока за пределами Украины, чтобы они привозили эти знания в Украину? Ну, на самом деле, тут есть две проблемы. Первая — это переквалификация этих уже существующих экспертов, специалистов, а в Украине существует своя отечественная система протезирования. Но время берет свое, и это первая часть проведения переквалификации членов и улучшения этой квалификации за границей Украины. И следующее, это более перспективное и длительное, это учеба, обучение в системе обучения в целом. Открываются новые специальности в политехнических вузах, в медицинских. Для того это все сделано, чтобы готовить будущих экспертов, будущих специалистов. Пока что этого в Украине не хватает, но опыт украинских медиков, те, кто работают в этой специальности, говорят, что они очень быстро обучаются, приходят и проявляют желание те, кто ранее работали на протезных заводах и по тем или иным причинам тогда уволились. Они понимают, что сейчас, во-первых, это благородная профессия, во-вторых, это становится высокооплачиваемая профессия и конкурентная. ...вотству протезов. Знаете, мы много говорим в эфире о более технологическом вооружении. К сожалению, эта тема особенно актуальна сегодня в Украине. Так вот, и Украина так или иначе набирает обороты, развивает технологии и так далее, даже в моменте полномасштабного вторжения России. Так, как вы считаете, что касается производства протезов, новых технологий, насколько этот процесс действительно трудоемкий для того, чтобы наладить непосредственно внутри нашей страны? Насколько это сейчас возможно, пока еще продолжается полномасштабная война в Украине? Либо все-таки более безопасно производство такое, как мне кажется, достаточно дорогостоящее, пока делать за пределами Украины? Какое ваше мнение по этому поводу? Ну, на самом деле, это комплексная проблема, и не стоит акцентировать внимание только на одном. На самом деле, в Украине есть все возможности и все примеры производства протезов, я это заявляю авторитетно, на наивысшем мировом уровне. Это признают и как наши международные партнеры, так и те граждане Украины, которые уже получили протез. Поэтому это один путь. Но, обращая внимание на наплыв людей, которые требуют протезирования, сегодня нужна поддержка и наших международных партнеров. Я также скажу, что само протезирование — это не только производство самого протеза. Протезирование — это очень длительная адаптация. И адаптация к этому протезу непосредственно. Это процесс, который длится и до трех, а то и до пяти лет. И важно, чтобы эти протезы производились у нас. Одна категория просто тут собирается, по тех запасных запчастях, которые привозятся из других стран. А второе дело — это есть протезы, которые есть полностью украинского производства. А иногда используются только иностранные технологии. Я еще раз подчеркну, что пока что эта специализация очень динамически развивается в Украине. К сожалению, что дала движение этой специальности война российско-украинская. Но это хорошо, что сейчас мы переходим к качеству. Михаил Михайлович, вы также сказали о важности поддержки партнеров Украины. А можете ли вы выделить тех партнеров, которые могли бы, скажем так, либо уже являются основными в теме протезирования, возможно, либо чьи технологии мы могли бы позаимствовать, перенять, либо кто, в принципе, готов и хочет присоединиться к развитию протезирования и к тому, чтобы перевести протезирование на новый уровень в Украине? Ну, на самом деле, сейчас лидеры — это Германия, которая имеет очень качественную специальность в этом направлении. Это Соединенные Штаты, это Канада, это скандинавские страны. В свою очередь, это Швеция, которая предоставляет технологии. И мы очень надеемся, что к этой сфере активнее присоединится и израильский партнер. Потому что израильская система протезирования, она сегодня является одной из передовых в мире. И мы очень надеемся, и, кстати, есть примеры, и мы надеемся, что Израиль более активно будет в этом плане помогать нашей стране, Украине. Но есть также и примеры общего сотрудничества в нашей стране, где есть корпорации и украинского бизнеса, государственных предприятий, которые принадлежат Министерству социальной политики, и наших партнеров. Примеров очень много. И тут мы не отказываемся ни от какой помощи. Потому что каждая жизнь, которая упростится благодаря предоставлению качественного протезирования, это очень важно, потому что каждая человеческая жизнь — это обязанность государства его сохранять и улучшать его здоровье. — Так много стран, и еще раз это является подтверждением того, что Украину поддерживает весь, ну, скажу так, цивилизованный мир. И действительно, мы должны помнить, и также в противостоянии той кремлевской пропаганде о том, что якобы от Украины может кто-то устать, мы должны помнить и еще раз все-таки делать акцент на том, что мы ценим наших партнеров, и, безусловно, это сотрудничество будет продолжаться. Вы так вскользь сказали о том, что было бы неплохо сотрудничать с Израилем. А на данном этапе от чего зависит возможность этого сотрудничества? Потому что, ну, действительно, Израиль известен на весь мир своими технологиями и также касательно протезирования. Сейчас есть уже определенный этап, возможно, переговоров с Израилем? Или это просто, знаете, такие гипотетические перспективы, которые нам хотелось бы воплотить в жизнь? Ну, я не знаю тонкости дипломатического сотрудничества, но то, что мне известно на уровне социальной защиты, то есть примеры, когда наши бойцы получают лечение и за пределами страны. И мы знаем, что Израиль непосредственно очень-очень аккуратно, но предоставляет помощь, и в том числе лекарствами. И зная мощности этой страны, зная, что Израиль очень давно находится в ситуации войны, и хотелось бы, конечно, все равно большей поддержки, но все равно мы, как государство, ценим абсолютно все и очень благодарны даже за самую маленькую помощь, потому что для нас это есть очень важным. И наше задание, и наше задание, это делать все для того, чтобы наши партнеры, которые или сомневаются, или не уверены в какой-либо помощи, но наша задача делать так, чтобы эта помощь была. И в целом мы очень верим, что в будущем помощь Израиля и Украине будет только увеличена, а мы будем за это только благодарны. Михаил Михайлович, благодарю вас за то, что вы присоединились к обсуждению этой важной темы. Михаил Цымбалюк, первый заместитель председателя комитета по вопросам социальной политики и защиты права ветеранов, был с нами на связи. Оперативные новости, эксклюзивные видео, аналитические обзоры. Freedom of Telegram, только проверенная информация. Обязательно подпишитесь. Будьте в курсе всех событий. Ссылка на наш Telegram в описании.